А это кто у вас на картине? Что это у вас на картине, там нарисован сзади? А это я рисую, еще не закончил. Свечу держит, видишь? Да. А там у меня скрипачка. У меня много разных картин, которые я рисую. А ты у нас спортсменка известная. Боксерка. Боксерка. Боксерша правильнее говорить. Это я нежно говорю, потому что ты моя землячка. Ты моя землячка. И поэтому я тебя хочу познакомить с нашей школой. Человек будущего. Homo futurus. И мы там вместе, там из разных стран люди, которые совместно создаем науку человечности. Потому что в религиях всегда об этом говорится. О том, что человек должен быть человеком. Прежде всего. Люби ближнего. Ну, много там чего. Газоват, говорят, вы с вами. Война. Имеется в виду с самим собой. Убрать. Страхи убрать, недостатки убрать. А люди некоторые не понимают, а они между собой воюют. Потому что вот самый главный смысл – это человечность. А там любовь, сопереживание, сострадание, помощь ближнему, созидание, победа над собой, победа над страхом. Ну, много там человеческих качеств. Потому что человек становится личностью, преодолевая страх. И помогает ему в этом любовь. Любовь к делу. Любовь человеческая к людям. Это главное качество человека. Хотя вот человек стремится к свободе. Ну, мы все стремимся к свободе. Те, кто повыше по уровню развития, они контролируют себя. А те, которые пониже по уровню развития, они пытаются контролировать других. Они пытаются потребность свободы приводить. Тех, кто еще пониже? Что ты говоришь? Я говорю, те, которые пониже, хотят контролировать тех, кто еще ниже, да? Все хотят контролировать, потому что они тоже хотят свободы. Они тоже хотят свободы. Они хотят тоже думать, о чем думается, делать, что делается, что хочется делать. но они не могут себя контролировать, то есть они не могут своим состоянием управлять, и поэтому они начинают другими пытаться управлять. Ну да. Садата, ну я в первую очередь хотел тебя расспросить, чтобы ты сказала, как ты готовишься к соревнованиям. Ты вроде собираешься завтра в Париж лететь, да? Ну я тоже начну с такого предусловия. Мне очень приятно, что, во-первых, я познакомилась с таким земляком, интересным человеком. Я никогда, я вам уже говорила, не слышала о вас. Мне очень приятно познакомиться с вами, мне очень приятно быть частью вашего проекта, вашей науки. Мне очень приятно, на самом деле, в этом участвовать. Если от меня будет какая-то польза или толк, я только за, чтобы приносить хоть какую-то пользу. А да, в данный момент мы вот сейчас находимся на спортивной базе в Подмосковье, и завтра уже с командой мы отправляемся в Париж за путевками, за главными, так сказать, своими стартами в жизни. А скажи, пожалуйста, потому что все участники школы хотели бы узнать твою историю получше, они, конечно, могут посмотреть и в Википедии. Просто скажи в двух словах, где ты боролась за победу, где ты побеждала и где ты не побеждала, как ты побеждаешь себе это, как ты создаешь настойчивость свою, как ты творишь свою жизнь. Вот это расскажи. На самом деле, что меня привело в бокс, это как раз борьба с самим собой. Я понимала, что во мне очень много энергии, и ее надо пустить в правильное русло. Я совершенно случайно попала в зал бокса, и как-то вот... Я не могу сказать, что... Атмосфера, что я не могу сказать, что ходить, девать свою энергию. Меня слышно, да? Как-то все остановилось. Да, некоторое время была... Связь была потеряна, но сейчас слышно. И первое, то, с чем я боролась, когда пришла на бокс, это со своим страхом. Потому что, понимаете, да, бокс – это вид спорта. Пройти в 19 лет на бокс, и мне хотелось не просто им заниматься, мне хотелось поставить перед собой какую-то цель и добиться этой цели. И вот первое, то, с чем я начала работать, это со своим страхом, используя психологию, каждый раз работая над собой, перебороть свой страх, понимаете? Прийти на бокс, когда в тебя бьют, когда на тебя машут. И ты должна в этот момент собраться, ты должна сделать какое-то защитное действие, успеть ответить, защититься. Это очень сложный психологический вид спорта. Как тебе удалось это сделать? О чем ты думал в этот момент? Первый раз, например. Первый раз я вообще просто закрывала глаза, когда меня били. А я читал, что ты потом где-то писала, что ты поняла, что надо как-то уйти от этого, и надо не закрывать глаза. Да, да. Я читал где-то, а тебе же много писали, да. Я поняла, что надо заглянуть самому страху в глаза. Просто в одном моменте где-то дать себя ударить. То есть как это? А если ударит сильно? Ну, попросить сначала бить не сильно. А, вот как-то. У тебя даже технология получилась, да? Да, да. Сначала в тебя просто машут, и ты, то есть они не достают до тебя. Ты видишь, как бы удар, он летит, но он до тебя не доходит. Ты уже, и ты как бы подстраиваешься, подстраиваешься, и ты, для тебя это уже становится нормой. Ты уже себя не, ты не зажимаешься в этот момент. Ты уже можешь принять какие-то быстрые решения в этом передвижением, защитным действием, ответным действием. И все вот так оно клеится, клеится, и получается боксер. Послушай, как это интересно. Ты не просто догадалась не закрывать глаза, а ты придумала технологию. Я говорю, я училась на психолога, я искала ответы, как мне перестать бояться. Я думаю, надо попробовать, надо увидеть как-то эти удары, не бояться, а дать себя ударить. То есть ты, очевидно, творческий человек. Ну, я тоже так говорю, что я творческий, просто я творю в ринге. Кто-то там на бумаге, кто-то на музыке, там в музыке. Да-да, но мне кажется, ты просто не пробовала. Если бы ты попробовала еще где-либо в разных местах, у тебя бы тоже получилось, потому что у тебя есть стержи творческого человека. А я и хотела, я очень хотела с детства заниматься музыкой. Просто, сами понимаете, в Дагестане, ну, в то время еще, когда я была маленькая, как и все советские родители, мои родители были очень заняты работой, и заниматься мной было некому. Мы все на улице росли. Ну, я понимаю, да, понимаю. Расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас готовишься к Олимпиаде, ты сейчас поедешь в Париж, там что будет? Хорошо. Сейчас мы едем в Париж за путевками на Олимпийские игры. Для меня это очень такой ответственный турнир, потому что это единственный турнир, где я могу получить путевку на Олимпиаду. А скажи, пожалуйста, там в Париже перед Олимпиадой тяжело должно быть? Там очень серьезно. Там какие-то есть у тебя противники, которые тоже претендуют, да? Как говорит наша психология, самый опасный противник – это ты сам. Молодец, это правильно. Я помню, это Борус Ви тоже говорил, как надо победить. Потому что чем больше ты себе накрутишь, тем сложнее будет. Поэтому самое главное, конечно, это нагрузка. Есть такая психологическая, потому что ты человек ответственный, ты понимаешь, что это твой единственный шанс получить путевку, но и в то же время ты понимаешь, что ты можешь это сделать, ты можешь получить все, ты можешь выиграть. Потому что были бои и посерьезнее, которые я проходила. Тут уже главное, как подойдешь, как настроишься. Скажи, пожалуйста, если хочешь, мы когда запись закончим, я тебе покажу пару приемов новых, поключу, и ты их используешь, чтобы победа была обеспечена. Я всегда за таких методов, которые делают нас лучше. Всегда. Ну да, инструменты дополнительные, да. Конечно. Скажи, пожалуйста, самый последний раз, где ты дралась, где ты побеждала, и что там было в последний раз? В последнем были два турнира. Один был турнир в Испании, один был в Литве. На одном турнире я стала второй, а на другом, к сожалению, проиграла. Это международный турнир какой-то? Да, да, все были международные, да. Понятно. А сколько у тебя призов? Скажи, чтобы наши девочки в школе тоже увидели, что девочки могут и боксировать. Ну, если вот все так перечислить, то... Если все так перечислить, получается, я шестикратная чемпионка России, финалистка мира, бронзовый призер мира и Европы. Молодец какая, слушай. Мы за тебя все будем дружно болеть. Спасибо, спасибо. Теперь у тебя прибавилось количество болельщиков, поэтому... Я на самом деле... Еще был такой момент... Может быть, вам сначала начало ездить на турниры еще новичком. Я очень волновалась за присутствие публики, да, большого количества. А потом я поняла, что наоборот надо их любить и пользоваться их энергетикой. И теперь такая ситуация получается в мире, связанная с этим карантином, никуда не пускают зрителей, не пускают болельщиков. И ты боксируешь в пустом зале. Мне этого так не хватает теперь. Ты какая творческий человек. Вот посмотри, я тоже в своей натуре так устроен, что я когда волнуюсь перед первым выступлением, или вот часто мы проводим бесплатные ликбезы против стресса с развитием творческих качеств. Я не знаю, какие люди придут туда. Разные же люди. Ну да. Я придумал туда такое, что, во-первых, я вам никому ничего не должен, то есть я в свободе. Второе, я вас всех люблю. Вот то, что ты говоришь, и я так тебе придумал, одинаково понимаешь, мне кажется, что все творческие люди одинаковые. А я еще... А я еще себе такое, не знаю, придумала или себя настраивала, что все эти люди пришли только ради меня. Ну да, конечно, конечно. И что я им должна показать. Да, да, молодец какая, молодец. Мы с тобой одной родственной души, не только потому, что из горного такого прекрасного района, Хунзахского, Дагестана, великого района. Там рядом сада, Гамзат Садаса родился, и... Да. Да, и Гамзатов родился там. Да, я бывала там. А мне дядь Гаджи Гамзатов, Расула Гамзатова. Я бы еще хотела дополнить. Дополнить хотела бы, вот один момент, пока не забыла. Как знаете, у боксеров есть, надо сказать быстро, пока не забыл, что хотел сказать. Ну, это хорошо. Молодец, молодец. Мне дядь Гаджи, академик, брат Расула Гамзатова, говорил, ты не забудь, говоришь, что ты наш родственник. Давай. Вот я хочу сказать, что у творческих людей есть такое качество, когда пропадает вдохновение, когда какие-то внешние факторы могут повлиять на твое внутреннее состояние. И у меня тоже это присутствует. Но учитывая то, что я спортсмен, государственный человек, это дополнительная нагрузка. То есть мне надо еще над собой работать, чтобы я не могла себе позволить потерять вдохновение, что я не могу, что мое настроение может повлиять на мои выступления. Хотя это тоже присутствует. И это дополнительно, ты с этим тоже должен уметь работать. Ты знаешь, я тебе скажу, а мы как раз занимаемся, первое, обучаемся выходить на состояние нуля из стресса. И стресс – это смятение мыслей, тревога, паника, боль какая-то может быть. Выходить на ноль. Вот это 10, это будет стресс, допустим, это шкала, это градусник напряжения. Выходить на ноль. Это будет смятение мыслей, когда не знаешь, как вы принять решение. Мысли скачут. А это штиф, это шторм, а это штиф. Выходишь на ноль, безбрежность, безвремение, беспокойства никакого нет, такое состояние умиротворения. Ну, это бывает после хорошего боя, наверное, сидишь. Да, да, ты уже обнулился, можно сказать. Вот, 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 вот. А мы обучаем, а мы обучаем всех, даже новичков, научиться этому очень быстро, простыми, как это делается. Ну, там подбор, подбор различных упражнений, их может быть тысяча разных. Физкультурные, гантели, там плавания, гребля, скакать на коне, играть в теннис. И ты перебираешь их по одной минутке, какой тебе больше подходит. И ты, оказывается, самим перебором развиваешь скорость ума. Потому что, когда ты нашел то, что тебе подходит, у тебя сразу расслабление получается. И ты выходишь на нулевое состояние. И мы так обучаем. В отличие, как учат медитацию, насильно над собой, освободись от зависимости, задумайся о другом. Ну, там насиленность над собой иногда надо делать. Не у всех получается. А тот перебор, как раз творческий подход. Повышение творческой активности, поисковой активности мозга. Ты перебираешь разные упражнения, попал на свое, и у тебя сразу, бах, такое облегчение, гора сплечь. Ну, мы учим таких вещах. А второе, чем мы учим, чтобы человек мог стресс, любой, который в жизни, от любой ситуации, от любой причины, ее энергию, энергию страха, перелопачивать для своих достижений, как в айкидо, перекидывать через себя, не зацикливаться в страх, а ее энергию открывать, потенциал открывать, потому что в страхе мощнейшая энергия, а мы просто этого не знали. Ну, да. Ну, ее, оказывается, можно использовать для пользы. Я, например, для рисования использую, или книги пишу. У меня 20 книг по миру, я тебе подарю книгу. Я тоже мечтаю написать книгу. Ну, конечно, тебе и нужно написать, потому что тебе надо поделиться опытом. Мы с тобой одно, об одном и том же говорим. Просто мы в разных областях находимся, деятельности. А еще у спортсменов есть такое выражение «Оптимальное боевое состояние». Вот то же самое, что про ноль вы говорите. Я как-то читала книгу, Алексеева там описывается, как войти в это оптимальное боевое состояние перед боем, перед соревнованиями. Алексеев, который говорил про идеомоторную тренировку? Да, да, да. Так это же елки-палки. Короче, мы все одни и те же люди. Дело в том, что я же в губки преподавал, тоже проводил понятия в губки, в губки. Алексеев немножко там говорил о том, что надо в расслабленном состоянии представить себе действие. А я больше, я дальше пошел. Я говорю, что ты представляешь действие и не мешаешь действию осуществиться. У меня люди делают вот эту тренировку саморегуляции, для выработки новых качеств и возможностей. Не только в положении пассивном, как по аутотренировке. А бегают, прыгают, пожалуйста. Это вышка все равно, конечно. Ну, конечно, это другой уровень. Ну, Алексеев заложил основы. Молодец. Он заложил основы. Я стою на плечах гигантов. Потому что эти вещи есть и в нирване. Вот это нулевое состояние. Это же нирвана. Это же состояние дзен. Это же в исламском суфизме состояние фона, когда сливаешься с Богом. У них же есть это в суфистской технике, в суфистской медитации. Я тебе вот такие вещи расскажу, потому что я их изучаю с научной точки зрения. Как психопризонок. Я же врач и психолог. Я их изучаю с научной точки зрения. И поэтому я там открыл некоторые вещи. Я их в поликах раздаю в виде уроков. А еще хотел бы рассказать. Вот я несколько раз наблюдала за собой такое, когда во время кросса, долгого бега, я часто бегаю без музыки в наушниках. И я вот так в это время я осмысливаю что-то. О чем-то думаю, думаю, думаю. И в какой-то момент я просто какой-то другой уровень сознания выхожу. Да, да, да. И так я думаю, сейчас я закончу бегать, я запишу. Пока я приду, помоюсь, покушаю, все, оно просто уходит. Уходит, уходит, да. Вот ты в поток попадаешь. Да, молодец какая. Слушай, ой-ой-ой. Была бы возможность. Это что-то такое. Я думала, что это у каждого человека такое бывает. Ну, главное в этом попасть это поток. Называется поток. Если ты откроешь в Ютубе... У меня столько мыслей проходит, столько идей. Просто они потом раз и все. Вот смотри, как интересно. Если человек ноль попадает в пассивном положении, это будет нирвана. нирвана, как Будда говорил, нирвана. Там нет страха, нет зависимости, страсти, ничего нету. Там вечность, там ну, хорошее состояние. Там восстановление происходит у человека и самоидентификация. Он знает, чего он хочет, как этого достичь. Вот такое нулевое состояние. А если он ноль получит в деятельности, о чем ты сейчас сказала, когда ты бежала, ноль получила. В какой-то момент синхронизация получилась, и ты вышла на это состояние, но в деятельности. И там получается, называется уже поток. Состояние потока, когда ты тоже встречаешься с бесконечностью, и там рождается такое инсайд, и даже, знаешь, там бывает этот экстаз, такое хорошее открытие какие-то. Да, ну, о чем ты говоришь. Это называется поток, если ты посмотришь в ютубе, Чик Сент Михаи. Вы мне потом на ватсап напишите, я так не знаю. Это великий психолог, это очень великий психолог, он изучал 60 лет, изучал после войны, прошлой, великая, кто считает себя счастливым. И оказалось, люди, которые выживают, есть, выживают, ну, у них нет денег, нет жизни, понимаешь, после войны, да? Потом идет стадия жизни, когда люди живут, и вот среди тех живущих оказалось, что только 30% чувствуют себя счастливыми. И это не зависит от их дохода, потому что эти 30% находят себя в этом любимом деле. Они, когда занимаются любимым делом, ну, кто чем, ты, может быть, боксом, кто-то бегает, кто-то плавает, кто-то рисует, неважно чем, но если оно любимое дело, он там входит в это состояние, он забывает обо всем, в этот момент он в потоке, он соприкасается с вечностью, и композиторы говорят, музыка сама льется, поэты говорят, стихи сами пишутся. Вот как ты сейчас рассказал? Ну, да. Да, это интересно. Я тебе напишу его адрес, ты посмотришь, он сам венгер, но живет в Америке, он профессор, но он пожилой человек, он старше меня. Да, и он там в университете работает. Я счастлив, что мы с тобой подружились, слушай, и я так рад, что ты сразу откликнулась и говоришь, давайте будем в школе встречаться, это, знаешь, это дорогого стоит. Я тебе очень благодарен. Я, я вообще редко захожу в Фейсбук. Я зашла, быстро просмотрела сообщения, увидела ваши сообщения, не сразу ответила, посмотрела, ну, знаете, всякие люди пишут разные. Посмотрела в интернете, на ютубе, поняла так, это свой человек, я хорошо, ну, это то, что мне интересно, послушала ваше интервью там на ютубе, на канале. И мне стало интересно, я что-то почувствовала, что надо с этими людьми пообщаться, интересно, на все это мои стихи. И поэтому сразу ответила, тем более сейчас у меня тоже такие серьезные события в жизни происходят. Спасибо тебе, спасибо. От места всей школы я тебе очень сердечно благодарю. Садат, мне нужно, чтобы твои данные я разместил под роликом, чтобы все могли почитать про тебя, прочитать, узнать твою историю, поинтересоваться. Ты пришли мне хештеги свои, чтобы я под роликом записи поставил. Хорошо. если ты хочешь, не хочешь, не надо, это не обязательно, но если хочешь, я думаю, что у тебя же большая аудитория, которая интересуется в мире. Ты же с кем-то необычная. Обычно всегда одни и те же вопросы. Да, 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 я это знаю. И потом еще все-таки я думаю, мне бы хотелось, конечно, получше и больше эту тему раскрыть своего внутреннего состояния и вообще все, что связано со мной. Но мне еще, я думаю, не хватает словарного запаса, чтобы в точности эти описать слова, подобрать состояние свои. Но я буду работать над собой. Садат, а то, о чем ты сейчас говоришь, это такая, это действительно осознать, самоосознать, сформулировать именно так, чтобы другой человек понял, что ты имеешь в виду. Это же как раз это труд самой такой необычайной важности, чтобы люди понимали друг друга и ты этим занимаешься. Ты очень творческий человек, я так рад. Я вот с детства очень многие вещи тонко понимала, чувствовала, как будто взрослый человек, но мне не хватало, вот знаете, ну, может быть, я в такой школе слабой училась, мне не хватало на самом деле слов подобрать, чтобы это объяснить, чтобы донести, что я это поняла правильно и рассказать это, чтобы меня поняли без лишних слов. Вот этим как раз таки отличается один человек от другого, да, что он осознает, самое главное, у тебя это потребность, потребность у тебя это есть, самоосознание и выражение доступно для других. Слушай, я еще раз хочу сказать, как я счастлив. Спасибо, я тоже очень рада, что вот даже это время, которое с вами провели в эфире, нисколечки не потратили, можно сказать, впустую, все очень ценно, очень полезно. Спасибо тебе. Ну, сейчас я запись остановлю, потом загружу в YouTube, тебе пришлю ссылку, ты ее потом посмотришь, а мы с тобой, вот сейчас я как остановлю записи, продолжим разговоры. Хорошо.